В двух словах по поводу сегодняшнего матча, насколько закономерен результат? В принципе, считаю, что тот результат, который есть по окончанию финального свистка, 2-0 абсолютно закономерен. Игра проходила, скажем так, с нашим преимуществом. И было очень много неиспользованных моментов, которые раньше все напряжение могли снять ребята. Все атак, все полностью контролировали. Я доволен качеством игры и результатом. В общем, мы поздравляем ребят и наших болельщиков. Калуга сегодня показалась слабым коллективом? Нет, Калуга очень добротная команда. Мы очень серьезно готовились. Достаточно сказать, что в первом круге одна из самых тяжелых игр для нас была. И, откровенно говоря, я выразил какое-то, скажем так, слова поддержки. Не дежурные фразы, а слова поддержки моему коллеге и команде в целом. Потому что игра была абсолютно равная. Мы тоже имели преимущество, имели много моментов, но не реализовывали все. И забили мяч мы только в добавленное время со штрафного на последних секундах. И поэтому мы очень серьезно готовились к игре с Калугой. Команда очень хорошая, конфликтовала, ровная во всех линиях, играет в такой привлекательный футбол. Достаточно сказать, что, насколько я так, на вскидку, по-моему, они впервые два мяча пропустили. Команда Калуга одна из лучших в дивизионе по количеству пропущенных мячей. Поэтому мы серьезно очень готовились к этой игре. За счет чего все-таки удалось добиться победы? За счет того, что строго, очень строго мы сыграли в обороне, если вы видели, практически у Калуги не было ни одного маломальского момента, которое могло бы закончиться взятие в голову наших. Мы владели мячом за счет хорошего контроля мяча и за счет быстрого перехода от оборонок к атаке. И мы знали, что крайние защитники у Калуги подключаются. Здесь зоны оголялись и пытались это использовать. В принципе, в первом мяче забитом сработал наигранный вариант с вводом мяча из саута. И до этого 2-3 быстрых атаки, которые реально должны были заканчиваться взятием ворот. За счет этого строго и в обороне, и быстрого перехода мы добились положительного результата. Сегодня ваших болельщиков было едва ли не больше, чем в Калужских. Удивлены? Нет, мы не удивлены. Всегда так происходит. Сегодня даже было меньше, чем обычно. Обычно, сказались, наверное, погодные условия. Обычно группа поддержки у нас намного больше, за что мы очень благодарны своим болельщикам. Они и дома нас здорово поддерживают, и в выездных играх. Поэтому мы очень благодарны. Сегодня показалось, что во втором тайме, по крайней мере, первую его половину отдали инициативу. Пытались удержать результаты. Естественно, мы стали играть по счету, имея в своем распоряжении быстрых форвардов и быстрых крайних полузащитников. Ведя в счете, мы знали прекрасно и понимали, что Калуге нужно отыгрываться, и они пойдут большими силами вперед. Если в первом тайме вы обратили внимание, мы прессинговали при потере мяча, а то во втором мы сознательно отдали территорию, дабы оголились зоны у команды Калуги. В принципе, эти предпосылки у нас были, и мы использовали эти моменты. А вообще играть в такую погоду? Насколько удобно, комфортно? Ну, впервые мы попали. Игра была в равных условиях, и мы, и Калуга в равных условиях. Немножко непривычно, что мы играем на искусственном поле, оно без подогрева, промерзшее поле. Сложности есть. И многое на сегодняшний момент, то, что я уходил сейчас с раздевалки, много, скажем так, микротравм, пока микротравм, которые могут быть более серьезными с последствиями. Жалобы у Альшина на Плюсневую кость, там ударили его, да, и травма у Василенко, растяжение задней поверхности. Это только от качества газона зависит. Спасибо. Ну, мы ждали этой игры, потому что мы знаем, что на факел, во-первых, и болельщики должны прийти. Хоть и погодные условия не особо благоприятствовали проведению футбольного матча, но в то же время на эту игру все всегда рады прийти и ждут от своей команды, от нашей команды, от Калуги. Я думаю, что игра получилась, хотя мы в самом начале пропустили такой необязательный мяч, готовились к этому стандартному положению, мы знали, что факел хорошо бросает, но не доработали, после этого пытались выровнять игру. В целом, ребят по игре особо упрекнуть не могу, но тут еще такой фактор, конечно, в меньшинстве против факела играть двойне труднее, и вот это удаление, которое произошло в коронавии практически, нам не давало шансов попробовать сравнять счет. Оказалось, что этот мяч, забитый на самых первых минутах, на самом деле это дал очень большие плюсы для факела, то есть они смогли от себя уже играть. Ну да, мы где-то владели территорией, не скажу, что мы много создали голевых моментов, и это как проблема сегодняшней игры, но территорией мы владели, и в принципе контролируем мяч, если брать по технико-тактическим действиям, может быть и даже превзошли факел по контролю мяча, но контролем не дает забитый мяч, и вот этого у нас сегодня не получилось. Скажите, по поводу удаления Калинского, насколько оно оправдано на середине поля? Ну я сразу скажу, что не оправдано, и если вы заметили, у Коля уже, там, это не первое нарушение, он уже и пропускал игру после четырех карточек, парень молодой, где-то эмоции перекрестывают, и вот этого контроля ему не хватает. Сегодня факел, по сути дела, Калуге особо создать ничего не дал. За счет чего? Ну, за счет грамотной обороны. Видно, что играют опытные игроки, знают, как взаимодействовать, и вина работы тренера, который, видно, команду готовит не только на сегодняшний сезон, но и в расчете на то, что она будет играть ФНН. Сегодня такое ощущение сложилось, что после удаления Калинского команда заиграла наоборот, активнее и жестче. Это злость проснулся? Ну, я хочу отметить нашу команду, что у нас есть характер, и в прошлых играх, которые не особо удачно складывались, мы всегда эти качества проявляли, в этом ребят нельзя упрекнуть. В футбольном плане, конечно, хотелось бы нам прибавлять. Футбол в такую погоду, вообще футболом назвать можно? Ну, как вы видели, сегодня был футбол, все же что-то вспомнить было, конечно, тяжело, особенно тех ребят, которые на замену выпускаешь, они сидят там на скамейке, и после этого им нужно выйти и начать двигаться очень тяжело. Лучше бы играть, конечно, в июне и в июле месяце, чем в такую погоду. Редактор субтитров А.Семкин